Только два тарифа. 50 мегабит за 300, 100 за 400 рублей. Интера. Глубина-то этих канав метр. Так вот представьте, сколько там его лежит. Лето прошло, а мусор остался. Каждый год жителям поселка Пильное приходится убирать горы отходов, оставленные на берегу пруда любителями отдыха на природе. Традицию проводить осенний субботник придумала глава уличного комитета Светлана Сивак. По словам пенсионерки, уже 10 лет вместе с другими местными жителями они на свои деньги закупают мусорные мешки и перчатки и чистят берег. Помочь вывезти собранное всегда, мол, просили администрацию города. А в этом году, говорит женщина, в мэрии дали понять, помогать не будут. В этом году я позвонила и сказала, вы нам поможете увезти мусор? Как, вывезут или нет? Не вздумай, отменяй субботник. У города нет денег на вывоз мусора. Вот. А я говорю, а как же мы на помойке будем жить? Чтобы не жить на помойке, жители решили все же убрать мусорные кучи и вывезли его своими силами. Иначе, говорит Светлана Сивак, поступить они не могли. Ведь когда-то Пильнинский пруд был красивой зеленой зоной, а сейчас, мол, здесь гибнут животные. Пруд был чистый. В верховьях водилась форель. Даже лебеди плавали по пруду. А нынче и чайки не садились. Бобры жили, андатры. Но нынче мы нашли только мертвых андатр. В загрязнении Пильнинского пруда виноваты горожане, которые приезжают сюда отдыхать, жалуются жители Пильной. А ведь в поселке, говорят местные жители, нет централизованного водоснабжения. Вода становится аж, знаете-ка, такая голубая, сиреневая. Вот такая вода становится. Хотя и МЧС все время пишет, что купаться нельзя. Вон плакат висит. Прошлый год и нынче. А люди все равно купаются. Бороться с теми, кто мусорит, говорят местные, им не под силу. Да и с субботником, мол, не нашли нынче поддержки. Но надеются, что в следующем году чиновники все же помогут с вывозом отходов. Самой же администрации пояснили, заявка в этот раз поступила слишком поздно. Уведомить городской экофонд нужно было за неделю.